здравствуйте уважаемые участники здравствуйте александр всех рад приветствовать на нашей новой встрече вместе с александром как всегда будем говорить о рынках смотреть текущую ситуацию рынок чрезвычайно интересен в разгаре сезон отчетов крупные компании на отчитываются были отчеты также на этой неделе конечно обсудим общую ситуацию на рынке и разберем отдельные бумаги но прежде чем мы начнем как всегда начну с предупреждения о рисках всегда важно помнить о том что торговля на финансовых рынках она связана с рисками с ними нужно разобраться ознакомиться и научиться с ними работать вопрос о рисках именно применимо к трейдингу мы также касаемся в ходе наших встреч с александром для тех кто впервые присутствует на нашем вебинаре или смотрит на записи на ю тубе скажу несколько слов о компании адмиралс мы являемся международным брокером предоставляем сервис для трейдеров и инвесторов на рынке работа уже более 22 лет и работаем в разных юрисдикциях в разных странах предоставляем для наших клиентов платформы как метатрейдер так и собственно разработки были недавно выпущены для наших клиентов также есть мобильное приложение и конечно большое количество инструментов по которым можно проводить как трейдинговые операции до краткосрочно так и инвестиции инвестиции в акции в тф и разные инструменты также хотел сказать что у нас есть свое мобильное приложение если вы больше инвестор то со своей стороны порекомендовал бы его скачать и всегда быть в курсе ваших сделок ваших операций и за ними следить в адмиралс мы уделяем большое количество внимания это обучению поэтому мы очень рады что александр может присоединяться к нам делиться своим опытом и также рекомендую каналы где можно быть всегда в курсе наших обучающих материалов это наш youtube канал ссылку в чат я пришлю и также наш телеграм-канал в которой мы публикуем анонсы наших встреч записи подкастов и безусловно также ссылки на записи и предстоящие встречи которые мы организуем для того чтобы повышать знания повышать уверенность в трейдинге и в инвестициях как всегда на я первый прежде чем начать и передать слово александру да делаю такой небольшой скриншот рынка до американского рынка чтобы посмотреть какая в целом ситуация то есть целом мы видим что плюс минус все зеленое да вот как раз две компании там которые ярко выделяются это tesla и and по tesla мы сегодня тоже отдельно поговорим как раз у них был на этой неделе отчет и с точки зрения плана вебинара то есть мы как всегда поговорим про ключевые инструменты поговорим чуть может быть подробнее про золото мы делали это наша встреча которая была на этой неделе на английском языке но также мы думаю что еще немножко об этом поговорим тоже золото находится на максимумах и достаточно интересная ситуация также у нас будет подведение итогов конкурса где мы огласим победителя разберем несколько сделок и в конце видео я также расскажу про индикаторы александра как их можно установить на метатрейдер и расскажу про конкурс который мы проводим и в котором можно выбрать книгу с автографом александра александр спасибо большое еще раз что к нам на присоединяйтесь очень много вопросов стало поступать по по поводу вашей последней книги которая уже поступила в продажу наши слушатели уже отметились что они книгу приобрели и формат вопросов тоже поменялся я думаю что многие уже прочитали и вопросы накопились то есть как раз я вам прислал несколько вопросов которые видимо связаны с чуть измененными или возможно новыми терминами да 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 из новой книги поэтому александр вот добавил вашу новую книгу как раз тоже было много вопросов как же называется книга вот специально для всех что было видно как она называется чтобы можно было запомнить найти в магазине или заказать вот добавил как играть и выигрывать на бирже в 21 веке а вот последняя книга которого буквально буквально недавно вышла в продажу вот александр передаю слово вам спасибо большое роман спасибо за доброе представление кстати я вам фотографию послал где я стою возле камина и держу эту книжку вы получили и да да я в следующий раз ее ее поставлю что покажите спасибо спасибо книжка книжка вышла и я считаю это книга моей жизни то есть у меня до этого были книги я писал очень серьезно но если вы собираетесь читать только одну книгу то начните вот именно самой последней книги потому что в ней просуммировал основные концепции которые я хотел выразить которыми научился которые я проверил и которую который хотел выразить для трейдеров естественно что книга вышла на английском языке где-то года 4 тому назад 5 может быть даже на русском она вообще есть на 16 языках можете заказать на французском немецком китайском вьетнамском на двух китайских на классическом и на коммунистическом это разные языки на 16 языках но теперь вот даже по-русски причем совершенно блестящая переводчица была это единственный перевод за который я полностью отвечаю я была совершенно блестящая переводчица она москвичка с начала войны она уехала в сербию и мы с нею обгладывали каждый абзац в этой книжке каждый то есть она делала грубый перевод такой потом я его корректировал комментировал она отвечала мне еще раз и в результате получилось действительно на хорошем русском языке так что очень рад это так и вышло естественно что за прошедшие 4-5 лет я научился еще чему-то новому на месте под лежачей камень вода не течет на месте не стоим и многие из этих новых понятий я высказываю в этих вебинарах с адмиралом хочу хочу сказать пришло несколько вопросов я смотрю на списочек про про абгар значит это 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 такая краткая краткая табличка к действию как принять да нет да нет и как принять решение входить это это подходящая сделка или нет книжке приведен абгар для моей самой любимой торговой системы это ложный пролом с дивергенцией ложный прорыв пролом не помню с дивергенцией а несколько вопросов пришло насчет абгара для двух других систем я их получил только сегодня утром я поискал их на компьютере они не выскочили на меня я решил что я просто вот на основании сегодняшнего опыта и сделаю заново к следующему месяцу так что на сегодня я просто не не буду входить вот именно в эти конкретные вопросы а приходите через месяц и я постараюсь довольно никогда не хочу на сто процентов обещает но я думаю что это высоко вероятно что я подготовлю эти абгары для двух других систем и поделюсь естественно с вами я не секретничаю в своей биржевой работе на самом деле биржевая биржевая деятельность проста мы имеем дело с пятью цифрами цена открытия цена закрытия максимум минимум объем все пять да но в этих пятисосных очень легко заблудиться то есть высокого образования не требуется чтобы быть трейдером высшего образования точно не требуется но требуется огромное огромное количество дисциплины именно поэтому когда люди начинают секретничать у меня система я конечно не могу показать но за три нет четыре тысячи долларов я вот так вот да это это абсолютная чушь с моей точки зрения секретов нет есть на выдуманные секреты нет секрета которые можно купить и стать хорошим трейдером можно купить книжку так просто подумать полтора года жизни вложил в новую эту книгу и за несколько рублей вы приобретаете труд протянули за полтора года это не знаю по-русски сказать по америке папа по-английски это на тебя отдел на этого отдел неплохая сделка и там все написано а вот уже дисциплина это на вас ну в дисциплине мы часто говорим в этих вебинарах надеюсь что мы поговорим на сегодня роман извините я прямо тут сказать кинулся в в романтику трейдинга давайте приступим к делу хотите начать с американского рынка тогда передайте мне контроль и я покажу свои графики а потом пойдем на как обычно к вам на все остальные спасибо большое где же где же где же где же а нашел окей мы смотрим мы смотрим сейчас на недельный график S&P как я говорю как и говорил много раз и наверняка буду говорить еще надо смотреть в любом случае при любых при любых сделках и долгосрочных инвестициях и дэй трейдинге одинаково нужно смотреть на по крайней мере два временных диапазона сначала выбираете диапазон который вам нравится например дневной график если вы только смотрите на дневной то у вас десятки тысяч конкурентов все смотрят на тот же самый график какую слишком много конкурентов какое у вас преимущество и то я делаю я люблю дневные графики я отодвигаюсь от экрана и вместо дневного ставлю недельный график и на недельном графике я принимаю стратегическое решение я бык я медведь или я не определившийся по данному тикеру трейдер трейдер а затем уже я перехожу дневном если недельный график дает мне идею чем заниматься то вот тогда я перехожу дневному графику и использую его только для того чтобы найти точку входа мишень может быть где стоп поставить то есть уже детали такие стратегия на длинном долгосрочном графике тактика на краткосрочном я занимаю я я небольшой любитель дэйтрейка но иногда просто сделки выскакивают вот так вот в лицо просто возьми меня таких случаях я принимаю стратегическое решение на 25-минутном графике а тактическое на 5-минутном то есть совершенно другой временной диапазон но опять таки долгосрочный график стратегия краткосрочный график тактика смотрим на недельный график snp маленькая красная стрелочка в центре экрана вы видите я надеюсь да показывает где кончился бычий рынок в конце в конце двадцать первого года и начался медвежий рынок медвежий рынок характеризуется опять-таки русской патрон структуры такой определенный более низкое дно более низкий вверх более низкое дно более низкий вверх более низкое дно и тут выскочил более высокий вверх феврале то есть медвежий рынок был поставлен под знак вопроса и сейчас вот с тех пор и вот по сей день крутится это вопрос закончился медвежий рынок или нет То есть официально он не закончился. Он официально закончится только если будет четко пробит верх февральский. Февральский верх в S&P – это порядка 4200 на индексе S&P, Standard & Poor's. Рынок трется об этот уровень уже третью неделю подряд, четвертую, и не получается. Не получается. Для того, чтобы подтвердить, что рынок идет вниз, что медвежий рынок продолжится, он должен пробить донышко декабря, которое находится примерно на уровне 3750. Вот так вот. 4200 и 3750. Могу даже эти полосы вам вывести на экран. Вот вам 4200. Вот так вот. Совсем близко. Совсем близко. А вот вам 3750. Вот так вот. Гораздо ниже. Куда пойдем? Что мне не нравится? Я медведь. Я думаю, что медвежий рынок еще не кончился. То есть официально он вообще не кончился. Но мне видится, что рынок хочет все еще ударить вниз. Почему? Этот взлет, который длится уже полтора месяца. Посмотрите, как в начале, начиная с донышка в марте, какие длинные столбики были и какие они коротенькие сейчас. Это показывает, что у ралли, у этой энтузиазм пропал. Кроме того, смотрите, последние три недели, включая нынешнюю, рынок бьет немножко вверх до новой высоты и закрывается ниже. До новой высоты и закрывается ниже. И на этой неделе до новой высоты. То есть каждую неделю он достигает новой высоты. Он заманивает. Ко мне, ко мне, ко мне. Сейчас пойдем вверх. Сейчас будем танцевать. И люди идут на него. У меня есть знакомый, который проводит совершенно блестящее исследование общественного мнения. И он их делит на две полосы. Умные деньги и дурные деньги. Так вот, сейчас умные деньги на 31% с бычьим настроем. Дурные деньги на 76%. Разница. Я слежу за этим графиком. Посматриваю за этим графиком. Рынок никак не может достичь этой линии. В то же самое время смотрим на графики. Смотрите, MACD гистограмма отражает силу быков. Вот какая сила была в декабре. Вот какая сила была в феврале. Затем гистограмма упала ниже нуля. И если вы читали мою книжку, я это называю «быкам сломали хребет». А сейчас они опять подняли гистограмму. Подняли гистограмму. И вот это вот были быки. А это такие, ну как бы, теленочек какой-то. Да, говорит, я тоже вверх хочу. Может быть. Но это вот самая настоящая медвежья дивергенция. Смотрим ниже. Индекс силы, который я разработал тысячу лет тому назад, который в моей книге. Для меня это лучший способ использовать объем. Не просто смотреть на эти столбики, а вот объем через этот индикатор. Что мы видим здесь? За последние несколько недель все ниже и ниже. Ослабевает индекс силы. То есть, быки поднимают рынок к верхней линии. Вот еще немножко. Еще сейчас СНП я смотрю 41.30. Вот дайте мне 4.200. Сейчас 4.200. А вот нет. Все ослабевает. Есть еще два индикатора, за которыми я слежу. Которые я считаю лучшими впередсмотрящими индикаторами рынка. Это индекс новых высот, новых низов. Слева недельный график, справа дневной. Посмотрите на недельный график новых высот, новых низов. Я вернусь. Дайте я расширю его немножко, чтобы вы увидели. Вот так вот во весь экран. Вот до сюда, где стоит эта красная стрелочка, был бычий рынок. Как ведет себя индикатор новых высот, новых низов? Вот эта линия синяя, это нулевая линия. Индикатор новых высот, новых низов почти все время выше нуля. В редких случаях, когда он опускается ниже нуля, это прекрасная возможность купить. Вот опять ниже нуля опустился, возможность купить. И это был бычий рынок. А теперь смотрим на медвежий. При медвежьем рынке этот индикатор новых высот, новых низов почти все время ниже нуля. А когда он поднимается выше нуля, вот получается такой сигнал. Как насчет этого на продажу? Поднимается выше нуля. Как насчет закоротить здесь? Не худо, да? Поднимается выше нуля. Все, бычий рынок. Оказывается, нет. Не бычий рынок, а продаем накоротко. И в последний раз этот индикатор повышался выше нуля в феврале этого года. А где он сейчас? Под водой. Вот это сила быков. Сила, новые высоты, индекс новых высот, новых низов. И новые высоты, это лидеры силы. Новые низы, лидеры слабости. Так вот, лидеры силы не могут даже выше нуля подняться. Поэтому я продолжаю оставаться медведем. Смотрим вкратце на правую сторону графика. И здесь мы видим, что вот была сила быков в феврале. А вот это сила быков на прекрасный сегодняшний день. Ниже нуля. Ниже нуля. Вот так вот. Так что на основании этого, пожалуйста, считайте меня медведем. Роман, я сказал все, что я хотел сказать насчет, насчет американских рынков, американского рынка. И я тогда сейчас, где-то зум, зум, зум. Я тогда перестаю вещать и отдаю экран вам. Да, спасибо большое, Александр. Я тогда перехватываю. И, как обычно, по тому списку, к которому мы идем, чтобы посмотреть собредельные рынки, вот открыл DAX. Смотрю на недельный график, смотрю на недельный график и вижу стратегическое решение на недельном. Немецкий рынок очень силен. DAX поднялся от где-то 11,5 тысяч до 15,5 тысяч. То есть очень сильный взлет. Но он пробил верхушку февральскую. Американский рынок не может ее пробить. По крайней мере, по сей день американский рынок не смог эту верхушку пробить. Немецкий рынок ее пробил. То есть немецкий рынок сильнее американского в данный момент. Но смотрим на гистограмму. Какая сила быков. Какая она была в прошлом году. Опять-таки внизу мы видим, близко к правому краю, как быкам сломали хребет. И сейчас опять этот теленок вылез, говорит, я бы вверх идем. И идет вверх. Идет вверх. Но я колоссально внимательно слежу вот за этой линией, которую Роман начертил, за красной линией. Линия начерчена через верхушку февраля. И если ДАКС опустится ниже этой линии, то он создает фигуру, которая называется ложный пролом вверх. Ложный пролом вверх плюс медвежья дивергенция. Это моя любимая система биржевой игры. Так что я очень внимательно смотрю за немецким рынком. Я смотрю не только за ним, я слежу за 14 самыми крупными рынками акций в мире. Лондон, Париж, Токио, Австралия. Некоторые из них уже нарисовали эту фигуру ложного пролома. Но я жду, чтобы это дело произошло в Германии. А пока что никакой сделки нет. Покупать поздно. Была, кстати, возможность купить вчера-сегодня. Если посмотрите на дневной график, видите, как он быстренько опустился, коснулся зоны ценности. А это все-таки зона покупки. И вверх. Ну, уже поздно. Поезд ушел. Поэтому, ну, я и не жалею. Потому что недельный график очень напряженный. И я бы лучше играл на понижение. Это будет гораздо более спокойный вход в сделку. Более долгосрочный. Вот, кстати, посмотрите на... Возвращаемся к недельному графику DAX. Посмотрите на индекс силы. Вот где дивергенция. Как этот индекс стоял. В конце прошлого года и где он сейчас. Как говорится, две большие разницы. На что еще будем смотреть, Роман? Открываю евро-доллар. Ага. Ага. И что мы видим на недельном графике с левой стороны? Ложный пролом вверх. На прошлой неделе. Да? Все знают, что евро идет вверх. Надо покупать, покупать, покупать. А график говорит. Ложный пролом вверх. Так что евро становится на... Евро разрешает играть накоротко. Вот эти вот зеленые столбики в этой ленточке, которая идет по горизонтали, под ценами. Это индекс силы. Опять-таки, описано в книге. Та-та-та-та-та-та-та. Это не торговая система. Это система цензуры. Когда индекс силы зеленый, запрещено играть на понижение. Когда индекс силы красный, запрещено покупать. Когда он синий, можно делать все, что хочешь. Одну секунду. Я взгляну сейчас на свой экран. И я вам скажу, как низко евро должно пуститься, чтобы этот индекс поменялся с зеленого на синий. Ну, сегодня день уже почти закончился. Я вам дам цену евро в долларах. Это сказать, поскольку я в Америке, то я слежу. Вам нужно наоборот это перевернуть. Зона разворота 1,1 доллара и 10 центов за евро. Это на этой неделе. А на следующей неделе, на следующей неделе, а это будет доллар, то же самое, доллар 10 центов. То есть, сейчас евро торгуется за доллар 10,1 цента. То есть, если евро будет торговаться ниже высшей точки этой недели, то импульсная система станет синей. Евро станет легальным для продажи накрытка на следующей неделе. Появится новый столбик. С левой стороны в гистограмме он будет синим и можно коротить. Тогда переходим к дневному графику. Мы видим дивергенцию МСД гистограммы. Мы видим дивергенцию индекса силы. И возникает только вопрос. Какова мишень этого падения? И где будем ставить защитную приостановку? Мишень я люблю ставить на недельном графике. И этот мишень в зоне ценности. Зона ценности – это расстояние между красной и синей скользящими средними. Кстати, все это имеется в метатрейдере. Я бы поставил зону ценности ближе к синей полосе. Это будет примерно 1,07. Вот в районе 1,07. 1,10 до 1,07 – это неплохое движение. 3 цента. А стоп я предпочитаю ставить на дневном графике. И вот видите, был такой выхлест наверх, который вообще на недельном графике смотрится как хвост кенгуру. А здесь это 2 столбика. Я бы поставил защитный стоп где-то на полпути этого столбика. На полпути от хвоста к голове. Вот где-то в таком. Это будет 1,10 и 0,2. То есть рискуем относительно немного с тем, чтобы выиграть довольно много. Очень-очень неплохая сделка. Вот так вот, да? Да, он хорошо выглядит на дневном. Зная себя, могу не удержаться и снять прибыль раньше. Но это лучше синица в руки, чем журавль в небе. Был моложе, всегда с журавлем. Получил несколько побоев от рынка и стал гораздо больше ценить синицу. Едем дальше. Спасибо, Александр. Открываю золото. Есть такой веб-сайт в Америке, называется Market Watch. Это самый популярный рыночный веб-сайт. Я люблю туда заходить, посмотреть, чем толпа занимается вообще. На что толпа смотрит. Журналисты у них очень такие. Чем меньше говорить, тем лучше. Но есть одна очень умная тетка. Ее зовут Барбара Колма. Я ни разу с ней не пересекался, лично не знаком. Но очень хорошая журналистка, очень умная пишет. И она написала совсем недавно, несколько дней тому назад, статью, что рынок находится, фондовый рынок находится в очень опасном месте. Потому что все идет вверх. Золото идет вверх. Облигации идут вверх. Акции идут вверх. Евро идет вверх. Все идет вверх. И когда все идет в одну сторону, то невозможно хеджироваться. И это создает очень опасную ситуацию. И похоже, что карточный домик начинает осыпаться. Мы смотрели на евро только что. Евро уже дало... Евро говорит, что скорее всего на 99% будет сделка на повышение в понедельник. Смотрим на золото. Эта сделка уже идет. Золото... Посмотрите на эту горизонтальную полосочку на недельном графике. Зеленое-зеленое. А на этой неделе стало синий. Значит, разрешено играть на понижение. Хвост кенгуру смотрит вверх. Одна из моих любимых фигур. Медвежья дивергенция МСД гистограммы. Медвежья дивергенция индекса силы. Но золото выглядит хорошо в долгосрочном плане. Потому что, посмотрите, мы смотрели на дивергенции гистограммы раньше. И они были совершенно... Бросались в глаза. Медведи стали из быков телятами. А здесь все-таки это... Даже последний взлет был довольно сильным. Поэтому желания коротить золото у меня нет. Я бы лучше дождался, пока недельный график не опустится в зону ценности. Это где-то будет ниже, чем 1950-1940. И вот тут я уже начну смотреть на дневной график сигнал на покупку. Кстати, блестящая медвежья дивергенция на дневном графике. Видите? Был папа бык, а стал бэби теленок. А сейчас уже медведи командуют парадом. Цена ниже ценности. Я хочу покупать ниже ценности, коротить выше ценности. Коротить не успел, а покупать еще рано. Спасибо, Александр. Открываю нефть. Да. По-моему, месяц тому назад мы говорили о том, что нефть у донышка. Я не знаю, Роман, вы ведете записи или нет, но мне что-то сильно помнится, что мы обсуждали недельный график и бычью дивергенцию. Мы смотрели на предыдущее дно, которое было где-то в районе октября. И какие быки были там. Медведи. Какие медведи сильные были там. И мы смотрели 4 недели тому назад на это очень плоское донышко, которое было в марте. Бычья дивергенция МАСД гистограммы, бычья дивергенция МАСД линий, бычья дивергенция индекса силы. И действительно получился колоссальный взлет. Но он не удержался. И сейчас нефть падает. Мне думается, что... Мне видится на этом графике, что строится такое довольно основательное дно для нефти. То, что произошло в конце марта, в начале апреля, это первый взлет бычьего рынка. И сейчас рынок хочет протестировать это дно. Сильно-сильно сомневаюсь, что нефть опустится до мартовских низов. Я думаю, что скорее всего остановится где-то в зоне поддержки, в зоне октябрьских низов. Где-то 75, может быть, в районе 75 долларов за баррель. Мы смотрим на бренд. И на дневном графике 75 долларов, это будет нижний конверт. Вот тут-то будет самое время искать возможности купить. То есть коротить уже поздно, покупать еще рано, а следить очень стоит. Спасибо, Александр. И завершающий инструмент. Достаем музыку играть. Биткоин. Знаете, я иногда просыпаюсь ночью, и рядом на ночном столике у меня всегда лежит iPad и очки. я смотрю на рынки несколько минут, и потом опять на боковую, и уже спать до утра. И у меня там всегда стоит биткоин, потому что для меня биткоин это индикатор активности азартных игроков. Каков азарт на рынке? Когда азарт высок, то он обычно переливается и в рынок акций. Когда азарт низок, то это гасит акции. и биткоин развернулся. Если мы смотрим на недельный график, мы видим, что биткоин месяц тянулся вверх по верхней границе конверта, что отражает колоссальный бычий настрой. То есть обычно акции касаются верхнего края и отскакивают на дневных графиках. На недельных они редко достигают этого края. А тут 5-6 недель он тянулся вдоль этой полосы. Произошел разворот. Вверх ваш курсер загораживает. Спасибо. Получился такой небольшой хвост кенгуру, показывающий вверх. Импульсная система стала синей. Продажа и игра накоротка разрешена. Смотрим на дневной график. Смотрим на дневной график. И здесь великолепная медвежья дивергенция. Посмотрите на высоту МСД гистограммы в марте, на ее высоту в апреле, на пролом, на перелом хребта быков между этими двумя пиками. Как все идет по плану. Биткоин идет вниз. И судя по тому, насколько как жарко он шел вверх, ему потребуется довольно серьезный отдых от такого взлета. Поэтому, я думаю, падение еще не закончилось. Спасибо большое, Александр. Мы посмотрели основные инструменты, как мы обычно делаем, и пришло время как раз подвести итоги конкурса. Сразу же скажу, что у меня последние несколько участников уже получат через какое-то время новые издания книги, а еще части мы отправим те, которые есть на текущий момент с живой подписью Александра, но будут для библиотеки, что называется, для коллекции. Вот, и сейчас я также, как обычно, открыл сводную таблицу по нашим участникам. Много было лонгов по акциям, то есть покупали, и было два шарта по биткоину как раз в рамках данного конкурса. Ни одна сделка не успела закрыться по Take Profit, возможно, потому что мы встречаемся на одну неделю раньше, чем обычно, но в любом случае у нас есть победитель, который предложил акцию стикером Run, Максим, и бумага на текущий момент находится в плюсе на 11%. И, собственно, также несколько других сделок, которые вы перед собой видите. Поэтому, Максим, я также напишу, и мы с вами найдемся и решим, как мы вам передадим книгу. Но, что более интересно в рамках данных разборов, это как раз посмотреть на сами сделки. Вот, я несколько сделок выбрал, для того, чтобы мы как раз их смогли на них посмотреть и послушать мысли Александра по этим сделкам. Первая акция, как всегда, акция победителя, бумага с тикером Run, недельный график, здесь вход, здесь Take Profit, то есть цена пока еще не дошла до Take Profit, и то же самое на дневном графике, здесь был вход и, соответственно, Take Profit. на недельном графике акция выглядит замечательно, просто замечательно. Смотрите, был ложный пролом вниз, импульсная система была красной, да, и Максим купил, после того, как цены развернулись от низа вверх, купил у самой нижней кромки конверта, импульсная система была синяя, то есть просто замечательно, все в порядке. Как доктор прописал. Спасибо. На дневном графике очень хорошая сделка, куплена вовремя, и хочу, я не знаком с этой акцией, ран, одну секунду, я хочу просто глянуть на нее на секунду, потому что полезно, полезно знать, о чем говоришь, да, одну секунду, так, ран, 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 что это за птица, а, это солнечная, значит, окей, то есть это солнечная компания, технология солнечной индустрии, поэтому, когда нефть идет вверх, то, значит, энергия становится дороже, и солнечные компании идут обычно в ногу, относительно в ногу с нефтью, сейчас нефть начала падать, мы только смотрели на нее, но ран все еще держится, и он вырисовывает, вот прям у правого края, такой двойной топ, а Месси регистограммы начинает уже сдавать немножко, я бы на месте Максима не жадничал, снял бы прибыль, выкурил сигару, стал бы искать следующую сделку, очень хорошая сделка, очень хороший вход, не передержите, Максим, не передержите, опять-таки, не мое дело давать вам советы, что покупать и что продавать, я не могу давать таких советов, по той простой причине, что я не знаю ни размера вашего капитала, ни вашей терпимости к риску, ни вашего настроя на кратко или долгосрочно, то есть, не зная всего этого, я не могу вам говорить продавай-продавай или покупай-покупай, но я думаю вслух и вы меня слышите да я услышу окей потому что я одну секунду меня отключился мой отключился мой динамик одну секунду держит 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 одну секунду Да? Да. Приведение, Лауда. Извините, пожалуйста. Одну секунду. Хочу найти, хочу найти, хочу найти. Звук. Не буду тратить времени, я тогда просто переключусь на компьютер со звуком. Мы все слышим. Я вас слышу. Хорошо, спасибо. В то время я начал говорить, что я не могу давать конкретному человеку конкретно советам, или даже неконкретному человеку покупай или продавай. Если этого человека не знаю, да, это было бы безответственно. Но что я делаю во время наших занятий, я думаю вслух. Я считаю, что моя обязанность проанализировать то, на что я смотрю, и высказать свое мнение, как бы я, как я хочу управлять данной ситуацией. Был бы я на месте Максима, стал бы продавать, но, возможно, Максим ориентируется, я не знаю, там, на полгода вперед, что гораздо длиннее моей ориентации. Для меня сделка, которая держится больше двух недель, я уже побаиваюсь. Большинство моих сделок заканчивается не позже двух недель. И поэтому я просто выражаю свое личное мнение. Я бы снял бы прибыль по мне. Но ни в коем случае это на совет кейс. Окей, извините, слегка отвлекся. Еще две бумаги, ну, точнее, два инструмента, которые хотелось бы посмотреть. Это первое, это, давайте начнем с Tesla. Мы к ней сегодня еще вернемся по текущей ситуации, да, как раз после отчета. Но вот здесь как раз был пример сделки на покупку. Это было несколько недель назад. Достаточно небольшой был стоп, то есть вот стрелка показывает, где вход. Вот прям под ней практически есть. Вы знаете, у меня с партнером есть группа трейдеров, международная группа трейдеров, которую мы ведем. И в частности в нашей группе люди соревнуются за лучшую сделку недели. И мы с партнерами разбираем эти сделки и каждый день пишем свои анализы рынка. Так у нас два Омника купили Tesla, купили Tesla на этой неделе. А я пишу практически каждый, когда, значит, моя очередь писать вечерний обзор, то я пишу. Есть два сайта, где можно проверить, когда будет доход, объявление о доходах. Один это Finviz, а другой Earnings Whispers. И сейчас начался сезон объявления о доходах. То есть в следующий месяц много компаний будут объявлять о своей доходности. Что происходит очень часто, акции прыгают на этих отчетах. Или вверх, или вниз. Tesla упала на 18 долларов, когда объявила о своих доходах. То есть мой совет всем участникам нашего дружеского соревнования. Прежде чем вы собираетесь входить в любую сделку, входите на два бесплатных сайта. Finviz и Earnings Whispers. Шопоты доходов. Earnings Whispers. Проверьте. И где-то за неделю, за две. За две еще можно, но за неделю четко не стоит входить в эти сделки. Так что это такая странная сделка. Время было странное. И покупка была выше ценности. То есть дорого покупал. И стоп поставил слишком близко. То есть это ошибка на ошибке. Но к счастью, такой вот очень тощенький стоп, он предотвратил большую потерю. Спасибо, Александр. И еще одна сделка, точнее две сделки, которые я получил. Обе были по биткоину. Short. Похожее соотношение стоп-лосса к входу, но разное время. И одна сделка закрылась по стоп-лоссу, другая сделка все еще остается открытой. И, кстати, вот та сделка, которая остается открытой, это, насколько помню, Артем, который уже побеждал у нас в конкурсе. Молодец, молодец. Вот. И здесь как раз, ну, на недельном, то есть они все на одной неделе сделки были открыты. А если на дневном, то получается здесь первая сделка, она сразу же закрывается по стоп-лоссу. И вторая сделка, да, вот стоп-лосс выше, цена до него не дошла. И сейчас сделка также продолжает быть открытой. То есть вот одно направление, одно, практически один и тот же риск-менеджмент, тейк-профит плюс-минус так же в одном месте стоял, но разное время. Как это важно? Вы знаете, Роман, в этой группе, которую я вкратце упомянул, у нас иногда бывает, что каждый тур соревнований – это одна неделя. Люди могут держать сделку дольше, но тур – это одна неделя, с понедельника в пятницу. Иногда бывает, что два человека берут ту же акцию в разные стороны, и оба оказываются в списке победителей. То есть это бывает настолько, я бы сказал, такое происходит, может быть, раз в два месяца. То есть не так, чтобы это было очень часто, но не так, чтобы это было и редко тоже. И каждый раз, когда я это дело вижу, я просто очень доволен, но я всегда пишу, упоминаю это в своем, в том, что я пишу на сайте, и я всегда говорю, как вы управляете сделкой гораздо важнее, чем выбор инструмента. Все ищут инструмент, вот что купить, что купить, или что закоротить, а на самом деле управление сделкой, управление сделкой гораздо важнее. Конечно, задним числом мы все очень умные, поэтому я очень осторожно разбираю эти сделки. То, что вы показываете сейчас, недельный график, но он как бы был нелегальный, потому что импульсная система была зеленая в ту неделю. Но на дневном графике, на дневном графике, ситуация гораздо, гораздо лучше. То есть, если я не ошибаюсь, то вот вторая сделка, которая успешная, я не могу провести диагональ, вертикаль здесь, это был зеленый или синий столбик? По-моему, это был все-таки зеленый здесь. Победителей не судят. Импульсная система очень помогает в работе, помогает избежать проблем, но это не волшебная палочка. Бывают исключения, и я сам иногда это делаю. Этого нельзя делать всегда. То есть, если ее постоянно нарушать, то на 100% освобожешься. Иногда возникает ситуация, когда график говорит, купи меня, купи меня, или там продай. Нестандартные сделки с нестандартным инструментом. Видимо. Да, возможно, здесь просто как бы дата, которую мы берем, это дата поста, то есть, вполне вероятно, ну, и это нужно иметь в виду, что, возможно, сама сделка была открыта на следующий день, когда цена уже, соответственно, была, ну, немножко другой, но по импульсной системе была синей. То есть, мы как бы, этот конкурс у нас там за три недели, да, и нельзя его там изменять. Поэтому. Хорошо. Спасибо большое, Александр. И тогда давайте посмотрим в оставшееся время несколько бумаг. Собственно, вот как я обещал слушателям, можем вернуться к Тесла, потому что как раз вот вышел отчет и посмотреть на нее вот именно в текущий момент после того отчета, который у него вышел, и мы видели вот этот гэп. Надо бы финбиз, earnigs.com, earnigs. финбиз, earnigs. Чтобы не оказаться под колесами. Потому что какие-то умники купили, купили. За день, за два до этого облома купили эту акцию и сильно пострадали. А сейчас так особенно и сказать нечего. Акция падает. На недельном графике импульсная система красная, на дневном графике импульсная система красная. Но коротить уже поздно. Покупать еще рано. Едем дальше. Мы эту бумагу обсуждали несколько дней назад на нашей встрече на английском языке, которая проходит. Лулу Лемон. Вот я подумал, что для слушателей на русском языке, да, то есть если не смотрели, то вот еще раз тоже на нее посмотреть, да, и опять же там спустя несколько дней. Вот эта акция выглядит действительно очень привлекательной. Очень привлекательной. Очень привлекательной. Смотрим на недельный график. Лулу Лемон, кстати, вот этот взлет, вот тоже это, они вышли с сообщением о доходах, и акция вот так вот колоссально взлетела. Я записываю себе, чтобы еще раз на нее посмотреть чуть позже. Но акция взлетела, и на недельном графике она бьет головой о верхний конверт, о потолок, так сказать, да. и импульсная система все еще зеленая, на индексе силы очень красивая медвежья дивергенция маленькая у правого края. И сейчас я вам скажу, на какой цифре на какой цифре это Лулу Лемон станет легальной. Значит, в данный момент цена акции я смотрю в режиме реального времени. 376 долларов и 60. 376 долларов и 61 цент. 376 долларов и 43 цента меняется все время. Ну, уже конец недели, пятница. На следующей неделе, если Лулу Лемон будет торговаться дешевле, чем 374,50, 374,50, то импульсная система из зеленой перейдет в синюю. И сделка будет, и продажа накрытка будет легальна. А продавать накрытку очень хочется, потому что на дневном графике мы видим, как вот Лулу Лемон ползет, ползет, ползет вверх. И, кстати, на дневном графике, а я могу дать цифру, на дневном графике могу дать только на день вперед, если будет дешевле, чем 379 долларов. То есть там вообще проблем нет. Значит, только если 374,50, сделка становится легальной. мишень. Мишень будет, ну, по меньшей мере, да нет, зачем по меньшей мере? Акция, я думаю, будет падать в зону ценности на недельном графике. Я вот правильно, красной линией все-таки не жадничать. Красной линией хватит. 337 долларов, да? То есть сейчас акция котируется по... Одну секунду. Сейчас акция котируется по 376. Если на нее коротен, то мишень где-то 337. Вау! Это почти 40 долларов. А защитный стоп я ставлю на основании волатильности, которую я измеряю с помощью по-английски ATR channels или Keltner channels. И на дневном графике ширина этого конверта 9 долларов. Извините, этот индикатор 9 долларов. То есть стоп должен быть где-то порядка 14-15 долларов выше. То есть если мы коротим по 376, ставим стоп по 390, рискуем 14 долларами и смотрим, чтобы выиграть 40. Почти 1 к 3. Очень не худо. Очень не худо. Интересный акцент. Опять-таки не могу никому покупать или продавать, да, но это то, на что я буду смотреть на следующий момент. Да, спасибо. Это как раз там тоже был один из вопросов, вот именно показать на примере. Ну вот мы как раз на примере рассуждений, спасибо большое Александру, что вы так Вы знаете, вот насчет примера, у вас есть NVIDIA, NVIDIA? Конечно, один момент. Если речь о примерах. Есть? Добавил? Вот эта акция, которую я коротил на этой неделе, да, эта акция была может даже есть одним из лидеров взлета, который начался в октябре этого года. И в октябре эта акция стоила где-то порядка 145 долларов и на данный момент она стоит где-то порядка 260 долларов. То есть почти удвоила за короткое время. Но посмотрите на недельный график. Видите, как вот в понедельник акция открылась выше верха, да, импульсная система была синяя уже третью неделю подряд и прекрасная медвежья дивергенция на недельном графике. Переходим на дневной график и если вы проведете линию скажем через предыдущую верхушку вот так вот был маленький ложный пролом вверх. И когда акция осела ниже этого пролома с огромной медвежьей дивергенцией в индексе силы, я ее продал. И вчера, когда эта акция резко упала и упала в зону ценности на упала в зону ценности на дневном графике. Уикенд приближался, прибыль лежала на столе, я ее взял и сказал, спасибо, на следующей неделе еще что-то будет на столе. Спасибо, Александр. Совершенно легальная сделка, опять-таки можно было бы держать дольше, можно было бы держать дольше, можно было бы держать, пока она не опустится в зону ценности на недельном графике, но я предпочитаю для себя более краткосрочную игру, и вот такая очень чистая сделка получилась. Не всегда так хорошо бывает, но это получилось действительно очень чисто. В понедельник была высшая точка взлета к среде, извините, к четвергу, в среде, а, достану сейчас свой график NVIDIA, NVIDIA, и у меня, кстати, дневник совсем, да, в понедельник была новая точка высоты, во вторник была новая точка высоты, в четверг акция упала в заново ценности. Это очень чисто. Давайте, что, у вас еще есть кит-акции, которые вы хотели посмотреть. Да, вот открываю, доктор Хортон. Дея Чай. Хотел закоротить, и не замолчил, зажабры. Дея Чай, да. Для меня это для меня эта акция один из любимых, это фигура, не эта акция Дея Чай, это очень спокойная акция, но для меня вот эта фигура это один из любимых методов трейдинга. Сейчас, как я уже говорил, идет сезон дохода, сообщение о доходах. Дея Чай объявила очень хорошие доходы, и акция, посмотрите, она открылась на ГЭПе, то есть в среду она закрылась примерно за 101 доллар, а в четверг открылась где-то порядка 107 долларов, взлетела до 110, а к концу дня она была уже почти там же, где открывалась. То есть для меня это такой четкий показатель, что пропал, все, ралли произошла, такой сумасшедший взвод произошел и пропал. И сегодня акция уже торгуется ниже, она вполне легальная, хотя она зеленая на импульсной системе, на недельном или дневном графике. эта фигура, когда я ее вижу, я зачастую говорю, ладно, импульсная система системой, а то, что произошел такой истерический взлет и тут же заглох, не обязательно увидеть, что он заглох, чтобы последняя цена была ниже цены открытия. Кстати, вот сейчас акция становится легальной, нелегальной, но приемлемой для меня с точки зрения каратин. Она вот в данный момент торгуется ниже, дешевле, чем она открылась вчера. То есть разворот, разворот совершился. Сумасшедший взлет выше всех конвертов на недельном графике, на дневном, на недельном графике ренешила огромная дивергенция индекса силы. Так что, я думаю, эта акция хочет вернуться где-то в район 90 долларов. Спасибо, Александр. Еще одна бумага это Abbott Laboratories. Это фармацевтическая компания. Все фармацевтические компании почему-то сейчас очень сильные. Опять-таки сообщение о доходах, акция взлетела, но не падает ниже точки открытия. Видите, на этом очень длинном графике слева маленький штришок, это где она открылась. Она держится выше цены открытия, поэтому для меня коротить такую акцию неприемлемо. Я должен увидеть такой разворот. Открылась, допустим, торговалась по 90 долларов, открылась по 100, взлетела до 103 и сейчас опять 100. А, значит, такая вот игла вверх с разворотом, а здесь такой иглы нет. Поэтому я бы не стал ее пройти. Еще у нас остаются две бумаги для комментариев. Аэсэрджуи? Да. Аэсэрджуи очень интересная компания. Они выпускают очень умные медицинские инструменты. Например, чтобы делать операцию на сердце, раньше людям разрезали грудную клетку, то есть используя грубые плотницкие инструменты, разламывали ребра, чтобы добраться до сердца, да. А с помощью аппаратуры Аэсэрджи делается надрез, три надреза на груди между ребрами. Каждый надрез примерно 2,5 сантиметра в длину. Через два вводятся манипуляторы, а через один вводится камера миниатюрная. И сидит врач, смотрит на экран с этой миниатюрной камерой и дистанционно работает манипуляторами, производит операцию на сердце. Гораздо легче для пациента. И очень серьезная компания и опять-таки взлетела по ГЭПу после сообщения дохода и все и все и все. Продолжение не последовало. Она сейчас держится над нижней точкой среды, но это я думаю, что этот гэп будет закрываться. Возможная сделка на следующей неделе. Опять-таки импульсная система зеленая себе и их сторон. но вот я вижу вот эту структуру, колоссальный гэп после сообщения доходов, игла вверх и отсутствие провожения взлета. И последняя бумага на сегодня каталан. Каталонис. Не все мне быть медведем. Иногда смотрю на график и говорю строится донышко, строится донышко. Вы можете взять недельный график, скажем, расширить его на весь экран, просто кликнуть сюда. То есть акция торговалась ниже 25 долларов, она взлетела до 140 почти во время бычьего рынка. Хватит, спасибо, хватит. И сейчас она опустилась опять ниже 40. Посмотрите на силу быков во время ее последнего взлета, во время взлета, который произошел раньше в этом году. Быки очень сильны. Неблагоприятные сообщения о доходах, цена акции упала, и мне думается, что где-то в зоне этой поддержки, в зоне между 35 и 40 37 до 42 в этой зоне будет очень сильная поддержка этой акции. Вот здесь бы я следил за импульсной системой. Дайте мне перемену цвета. Когда мы перестанем быть красной, то эта акция будет очень даже неплохо покупаться, я думаю. И, кстати, вот совет. Как запомнить такие решения? Какова вероятность того, скажем, что через месяц я буду помнить, что эта акция хороша на покупку? Нулевая. Столько всего происходит, всего в голове не удержать. Когда я вижу вот что-то такое, я распечатываю эту акцию и красной ручкой помечаю, чего я ожидаю от нее и вешаю ее на стенку недалеко от своего торгового стола. Подходя к столу, я вижу эту акцию, так-так-так, посматриваешь просто на нее. То есть, я это называю экстракраниальной памятью, внечерепной памятью. записки писать, то все еще неизвестно. Увидишь эти записки, вспомнишь, а тут у тебя перед глазами висит график и да-да-да-да, планы на будущее. Спасибо большое, Александр. Мы разобрали все бумаги, как мы с вами договорились по поводу вопросов, оставим их на следующий раз, чтобы как раз ответить на, скажем так, вопросы читателей, которые новую книгу начали уже читать. Я постараюсь подготовить абгары для двух других систем. В книжке есть абгар для моей любимой системы. Я поищу где-то у меня эти другие абгары и подредактирую их, покажу следующие, постараюсь показать следующий месяц. Хорошо, спасибо. Спасибо, Александр, за встречу. Как всегда, было максимально информативно и максимально полезно. Желаю вам хорошего завершения недели, когда у нас пятница, хороших выходных и увидимся уже в мае. В субботу выходные должны быть веселые. В субботу я лечу в Пуэрто-Рико, там будет большая, большая инвестиционная какой-то шабаш. Меня там попросили прочитать курс лекций, но будет тропическая погода, коктейли на пляже, тяжелая жизнь. у трейдера. Спасибо большое. Хорошей вам поездки, Александр, спасибо большое и увидимся в следующем месяце. Все хорошо. Уважаемые участники и слушатели на нашем YouTube-канале, как я обещал, хотел несколько слов сказать относительно индикаторов Александра, как их можно получить, как их можно использовать. Мы предоставляем вот тот набор индикаторов, который был разработан Александром и адаптирован для MetaTrader 5 для наших клиентов при наличии счета с балансом более 200 евро. Они работают только на реальных счетах, но, безусловно, вы можете тренировать, смотреть и предварительно торговать на демо-счете. и если бы вы для себя хотели также, если вы еще их не используете, вы можете написать нам на почту elderdisc собак от миромаркетс.com для тех, кто сейчас в Zoom, я скидываю почту в чат, для тех, кто смотрит нас на YouTube, она будет прикреплена, в описании к видео, она будет добавлена. Собственно, присылайте запрос, если вы еще не являетесь клиентом, то также специалисты компании помогут вам подобрать нужный счет и ответят на все соответственно сопутствующие вопросы. И на ваш запрос мы вам отправим сами индикаторы, шаблоны и видеоинструкцию по установке, чтобы вы настроили их точно так же, как мы сегодня смотрели на встрече. И также хотел сказать несколько слов про конкурс. Я видел, уже было несколько вопросов по поводу конкурса. Начну с правил. Во-первых, у нас идет такой джентльменский конкурс, в котором приз, это книга с автографом Александра. У меня еще старая книга, предыдущая. И всем новым победителям будем уже через какое-то время отправлять новую книгу с автографом Александра. Что нужно для того, чтобы принять участие в конкурсе? Во-первых, конкурс у нас проходит на YouTube-канале. На него необходимо подписаться. Сейчас для тех, кто у нас в Zoom-е, я присылаю ссылку. Для тех, кто смотрит на YouTube-е, то подпишитесь. Нужно поставить лайк последнему видео. Последнее видео это будет план на май, который будет опубликован в ближайшее время. И предложить одну сделку по одному инструменту, который торгуется в Адмирал. смогут быть валюты, криптовалюты, акции, индексы, все, что для вас покажется интересным и перспективным для предложения сделки. Важный момент, что сделка должна сработать в период от одного вебинара до следующего. Соответственно, с 24 апреля, это будет понедельник, и, соответственно, 31 мая, когда у нас будет следующая встреча. То есть, дистанция, она уже в этот раз получается больше месяца, так как мы встречаемся чуть раньше. Соответственно, вы предлагаете актив, указываете цену входа, стоп-лосс, тейк-профит и пишете дату поста, когда вы, с какого дня вы для себя планируете эту сделку. Она может открыться и в этот день, и в следующий день, но будет видно, что сделка там, допустим, сработала. Соответственно, в конкурсе побеждает тот участник. Во-первых, мы даем предпочтение тем, у кого сделка закрылась по тейк-профиту, то есть она полностью отработала. Если сделка не закрылась по тейк-профиту, то вот как было например сегодня, мы выбираем ту, у которой плавающая прибыль больше на середину дня, когда мы встречаемся. Соответственно, еще важный момент, комментарии нельзя редактировать. Поэтому принимайте участие, оставляйте ваши заявки. Самое важное, что нужно в конкурсе сейчас только на май, то есть под последним видео. То есть если вдруг вы добавили его в какое-то другое видео, в какой-то другой месяц, то мы ее не увидим и, к сожалению, не сможем принять эту сделку к участию. Поэтому обязательно пишите также ваши вопросы в комментариях. Я их передаю заранее Александру, чтобы у нас уложиться в час нашей встречи и, собственно, разобрать все максимально вопросы в рамках вебинара. Как мы договорились часть вопросов, которые я уже отправил Александру по новой книге, мы обсудим их, выделим целый блок в ходе следующей встречи и там их обязательно обсудим. Но если у вас есть вопрос по системе, по каким-то бумагам, то обязательно пишите их в комментариях также на YouTube, и я их передам Александру. Ну и не забудьте поставить лайк, подписаться на канал для того, чтобы не пропустить наши следующие встречи. Мы с вами увидимся в мае. Если хотите участвовать онлайн, то регистрируйтесь по ссылке в описании на сам вебинар и приходите чуть раньше до момента появления этой записи на нашем YouTube-канале. Всем желаю хорошей пятницы, хороших выходных, хорошего завершения недели и увидимся уже на данной встрече в мае. Всем спасибо и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!